Ну что ж, друзья, приступим. Так, уровень, какие есть кадет, ветеран, но буду кадетом. Все-таки это действительно моя первая служба в армии. Это первый флешпоинт. Эй, Козловский, тупая башка, я, между прочим, слушаю. Хватит вам, парни, мне без того дошно торчать на этом боком забытом огрызке скалы, а тут еще вы. Да иди ты в пауле. Армсен, если бы мне не сказали, что на следующей неделе мы отсюда уберемся, я бы поплыл домой. Что у нас тут, чайная церемония? А где у них кровати? Дамочки, вы должны быть на плацу еще 10 минут назад. А ну пошевелите задницей, пока я не пустил их на футбольные мячи и не отпинал до самого Нью-Джерси. Но это оперейшн флешпоинт. Армс, тебя это касается в первую очередь, я видел борцов с умом, у которых животы были поменьше твоего. Видишь там грузовик, разглядел? Бегом туда, шевели задницу. Сложно, ну ебать, это армия, братан. Как тут по-другому-то? Блять, а где они стояли-то? Бегу. Главное не перестараться в этой игре, а то военком увидит. Разжатие на колесо вызывает меню действия. Блять. Я чуть не выстрелил. Хорошо незаряженное было, вы объяснили сначала. Настало время увидеть, ничего сделано. Немного разомнемся на полигоне. За воротами нас ждет грузовик, вперед. Так, съебываем, блять. Ладно, видимо съебать нельзя. Когда я купил впервые, запустил эту игру, я еще был школьником. Меня удивило, конечно, качество графики. Я такого уродства даже в те времена не видел никогда. Но сейчас я понимаю, что на самом деле это великолепно. По большому счету, это для того времени, это какой-то 86-й год, по-моему, был. Это просто прорыв был. Не в плане графона, а в плане, ну, типа, вот этих вот просторов и всего остального. Я первый, я первый. Занять грузовик, да-да-да-да-да. Установщики еще. Техноверсия советского гимна играла. Я помню. Там раньше в играх были установщики, такие инсталляторы. Такая диск вставляешь. Она как бы нагоняла жути, типа, уууу, коммунисты, блядь, советские. Ну, я миссии до 10-й здесь доходил, может даже меньше. Где у тебя всех убивают, а тебе в лесу надо бегать, я там не вывез. Я вообще не думаю, что я лучше всех Мне кажется, я хуже всех Это я, если чё Блядь Да я не знаю, как лечь Блядь, не ори на меня Да я не дебил Я просто негоден Садись на пирамиду Этим и начинается армейская служба Я не могу сесть на пирамиду Да какая разница, интер, не интер Мне не хотят засчитывать моё прекрасное прохождение этой полосы Так, а если загрузить? Да серьёзно, что ли? Блядь Я, если чё, не прикалывался, Гайс Я не специально Где обучаем? Да я справлюсь Блядь, надо было постоять, мне кажется Типа, сука, улыбается Надо обижать пирамидки Но я теперь уж явно буду бегать до последнего Буду там бегать, прыгать Как Попрыгун Так, ну в этот раз я не обосрусь Сконцентрируемся Мне ничего не объясняют По-моему, пока всё неплохо Кто ты думаешь, что ты ты? Один старый парень? Даже дебилом не назвали Не знаю, в чём была проблема в первый раз Но Армия, это типа Повторение уже сделанного Я так понял С первого раза ни у кого не получается Надо Вон, видите, чувак вообще жопой, блядь, насадился Его проталкивают, конечно Я ещё не самый, блядь, плохой был То есть, если уж говорить о идиотах Ну, я уже знал, правда, некоторые вещи Вон там один свалился, блядь Блядь, куда ты ползёшь, идиот Ладно Опять в машину Нас ради этого сюда привозили, чтобы мы Знаете, я бы такую полосу препятствий даже в реальной жизни Не, в реальной жизни бы не смог Плоскостопие бы помешало Но вот лет 10 назад Так, ну, все самые талантливые уже тоже залетели А чё такие грустные? Пока всё, что мы делаем Это собираемся вместе с Боркой Самосбор устраиваем бесконечно Чел, ну ёп Мне вот эта конкуренция не нравится Потому что все хотят тебя подвинуть Взять магазин Да сука, я только магазин начинаю брать Мне сразу на лицо садиться Да блин, чел, это не так-то просто Почему он меня дебилом постоянно называет? Чем меня чморит, блядь? У меня депрессия начинается из-за этого Я уже хотел в него выстрелить Но я знаю, что тогда, блядь, с самого начала опять Ты шутишь? Нет, я ничего об этом На чём он сидит, блядь? Господи, Джордж В том городе 10 тысяч человек Погодите, вот же его стул Он как бы пододвигается к нему Как будто, но... Подумать только А вы мне обещали, что здесь будет тишина и покой Возможно, он выбрал Не садиться на стуле вообще Возможно, для него это не попонять А возможно, он и есть стул, поэтому нам его показывали крупным планом А всё остальное лишь проекция Пипец постановка Ну, тут серьёзная история, братан Здесь прям показано С учебки до партизана И потом до конца войны При этом сами миссии здесь, блин Типа вообще нихрена непонятно Ты ходишь, все стреляют Едут танки, блядь Нихрена не понять Убивают с одного выстрела Я помню одну миссию Я прошёл 40 минут, сидев в кусту Пока все не разошлись Ну, чеб, наверное Я бы даже просыпаться не стал Благодарю, сержант Вольная Вчера в 7 часов утра Мы потеряли связь с Савероном Самым восточным островом этого архипелага Сэр, нас здесь не так уж и много А тех парней, судя по всему, очень много Не лучше ли нам дождаться подкрепления Прежде чем пытаться, что ли, предпринять Сюда полным ходом идёт Боевая группа кораблей Но им потребуется ещё несколько дней Чтобы прийти сюда Парни, вы слышали, что сказал полковник Похоже, ваша вещинка Штук начинается Поделитесь, что за какие? Вперёд! Вот тут бы я снял штаны И начал какать в ладони И мазать, мазать Тогда бы меня не взяли И всё было бы норм Какой-то прям Не знаю Цельнометаллическая оболочка Какая-то прям Такое ощущение, что режиссёр был гением Смотрите, сколько всяких кадров Этих с вертолётов Какая постановка Вот они, бравые солдаты НАТО Понял Я, кстати, тогда не знал о том, что так можно Играл без этого Вот так вот стрелял Ну идём за командиром Он нас всему научил Бегать зигзагом Лежать Стоять Бегать до КамАЗа Ну, кстати, здесь это полезная наука Потому что большинство миссий Это добежать Живым до какой-нибудь До какого-нибудь грузовика И съебаться Мы войдём в Мортен с левым флангом Наше обозначение Отряд Альфа Браво поддержит нас Огнём справа из леса Это вам не учение И на все раз мы столкнулись С следующим врагом Можно тогда меня в отряд Омега перевести И никуда не отправлять Семь направлений Двадцать семь десять Я готов Давай Блин, ни хера пулемет Мы уже атакуем, командир Так, ну пока не разобрались Ещё явно на местности Ещё как Выдвигаемся, выдвигаемся Командир, вот Ну, слушайте Тактически пока Конечно На два часа человек двести Двести человек, блядь Я ухожу А, двести метров БМП? А, блядь Вы чё, долбоёбы Это БМП Хотя я его не вижу Бля, я лягу нахуй Я вижу кого-то Вон они бегают Блядь, надо в пуст ползти В пуст... Реально БМП едет И вертолёт Это наш Нет, она один Это не наш Это русский вертолёт Или нет Я не знаю Я не разбираюсь Блядь, да просто БМП Приехала и давит Этих ебанатов Блядь, меня поджарило Где медик Как сказать Я сказал Вызвите санитара Если он ещё жив Ранен Ранен Санитар У меня ног нет Санитар Бля, еблан с базукой А, вот Блядь, он на двести метров Отстал Стой, 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 стой Бежим Ну он, конечно, крыса Санитар этот, блядь Все месяцы там Командир, я возвращаюсь Так Взять АК Взять ручную грану Канат А, нет Блядь, ну все Мы теперь с нормальным оружием Вон, не нашел Я убил Это наши, что ли? Нет, точно не наши Я даже не знаю Убил я кого-то или нет Там видно, кто-то падает вдали Но так как весь наш взвод В него стреляет Я так понимаю У нас тоже есть потери Кто-то отъехал У меня осталось Ну, типа, 60 патронов Так, надо Надо залутать Слушайте, ну нормально Я приподнялся Еще два магазина Так, за деревом Прячемся Особо не высовываемся Наш отряд еще жив Пулеметчик пушит Что там за цель? Там бегают Они бегают Ну я так Пару подач дам Туда в лес Понятно, что Это бессмыслица полная Но почему бы и нет Бля, он реально Настаивает, чтобы я Дали бы мне Снайперку Тогда какую-нибудь Нет, победа Силы НАТО Заняли Мортон Это и была цель Не обязательно было Убивать тех Кто там в лесу На горе Ожидайте приказ Начать атаку Укрывшись за этими деревьями Занять Регину Мне реально Надо смотреть На эту карту Блядь У меня будет Мой командир Он будет бежать Куда? Я думаю, да Вот этот герой Он вылечил Мои ноги У тебя клинический случай Козловский Ты ведь тащишься От всего этого Не так А, это Козловский Меня вылечил Это его винтовка Ребят Он про нее нам рассказывает Мне кажется, он спит с ней Одного не хватает Ну, было Был крик, что одного убили Да, типа Я слышал его по радиопереговорам Сам я не видел его падения Потому что я паниковал И бегал Туда и сюда А я могу к вам, пацаны Я бы на танки Предпочел Что это вообще За тактика такая Бросить, блядь БМП и танк И пушить пехотой Что за бред Не-не-не-не-не, ребята Я поеду на это Не, не дают Ладно Очень обидно Что Блин, дальше Серия ушла От такой От такой Подачи Сюжетами Какие-то отдельные Миссии Непонятные Компании Это было Топово Блядь Гайс Я слишком Слаб Эх Блядь Сорян Спасибо, что подождали Убили кого-то Командира убили Который нас обучал Надо его залутать Хотя ладно Хэн с ним Он на Он сам виноват На открытой дистанции Почему-то десятому Отдали командование На открытой местности Стоял Естественно Его сняли Я вон к танкам побегу Там врыв Гораздо более адекватный Нас просто как мясо Кинули Блядь Без какой-либо Поддержки Ёп твою Зачем они это делают Я попал По-моему Я убил его На всякий случай Еще туда насовал Немного Но мне кажется Он скис Так, ну пацаны Тоже по Блядь Блядь Они пушат Да они выбегают Как муравьи Какие-то Тараканы Все, надо съебывать Что, патроны Перезарядим Вообще Я даже не знаю Для чего в этой миссии Нужна пехота Вполне могли бы И танками Обойтись Прибегают Что наоборот Круто Что я типа В городе Прикрываю Остальной отряд Мог зайти Я типа Проявил инициативу Но По факту Она Бесполезна была Но я считаю Что я должен Получить медаль Жалко Тут статку Не показывают Интересно Я вообще Кого-то убил Приказ Есть приказ Но Жалко Мужика Который Нас сюда Привел Я не знаю Он по скрипту Уздох Или нет Мы что В натуре Вот так Просто Трусливо Убегаем Блядь Съебываем Съебываем Нахуй надо Да В натуре Вон танки Потери Арнольд Весли Его звали Арнольд Весли Вы уничтожили Боец Надо было После первой миссии Тоже посмотреть Мне кажется Там я человек 20 Настрелял Ну У нас Одна потеря Откуда Столько Крестов Его что Порезали Разложили По разным Гробам Это Жители Деревни Почему Тогда На крестах Каски Какие-то Были Подставные Может Где-то За кадром Еще Кто-то Погиб Сыграем В гадайку Я задумал Слово На букву Г Говно Да Ну Армия Как бы Понятно Такие ребята Ожидать Многого Не стоит Я Я должен Я не умею Главное Никто не проявлять Инициативу Если счет Спрашивают Я не умею Тогда может быть Отъебутся Ладно Поехали А мне не надо Вадим Ё-моё Чел Ты че Блядь Тише Будь Я понимаю Что здесь Движение Не самое Те парни Русские Они Нашим Начастник Как раз Таковыми Кажется Да мы В жопе Но учтение Че такого Не говорил Это Теблуха Ветром Надул Понимаешь Я ничего Не слышу Своему Чел Это Не тебя Застрелили Он Воскрес Что Не обязательно Орать Я рядом Сижу Я рядом Сижу Чел Хе-хе Так Тринь 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 Чуть не убил Командира Вот будем туда Гранату Закинуть Кстати Наладь Ща-ща Погоди Мужик Интересно Если попав В армию Сказануть Что у тебя Есть права Тебя могут Посадить Говновоз Такой Водить Бля 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 Прошу прощения Бля Это же Наверное Не Киа Рио Тут уметь Надо Охуенная Миссия Просто Я еду Сейчас Сейчас Хочется Серьезно Наоборот Отнестись К покатушкам Прилимнули Только Что он делает Я не понимаю Выходим Бля Хочу его точку Поводить А то он Какому-то Говнее Ездил Нельзя Шок Постоянно Орут В ухо Что делать Но не Объясняют Зачем Выдете Со мной В дозор Остальным Превратите Несчастную Лужу Грязи В такой Лагерь Чтобы Дядь Сэм Мог Гордиться Мэт Не Стреляй В них Пожалуйста Да Я Не собираюсь Поехали В дозор Километр Да мы Сюда Ехали Три Километра Бля Теперь Просто Смотреть Как Он Едет Туда Пиздец Музыку Надо Как Тут Поставить Что Ли Надо Первым Комнать Разглядеть И снять В этот раз Чтобы нам Было Больше Фрагов Так сказать Чувствую Чувствую Что Кто-то Должен Быть За Этими Деревьями Ничего не чувствую Больше Мне кажется Он просто Идиот Блядь Которому Нравится Бегать По лесу Блядь Я вижу Я вижу Так Надо Сейчас Я их Скашу Все Бля Не видно Ничего Хуярим Я видел Вспышки Точнее Брызги Крови И эти Уже Лежат А больше Кроме Меня Никто Не стрелял Это Минус Три Где Командир Ну это Я Короче Грамотно Занял Позицию И Так Скать Прифаером Сбрил Еще До того Как Они В лес Забежали Рассредоточились Я Возможно Спас Все Наше Отделение Только Что Благодаря Моей Внимательности Ну этот Дурень Просто Каждый Каждый Блядь Каждое Дерево Начинает Оббегать Как будто Он Собака Я Не Понимаю Зачем Если у Нее Есть Какая-то Конкретная Цель Потом Надо Двигаться К ней А не Заниматься Этой Ерундой Потому что Я Никого Больше Не Вижу Ладно Я Побыстрее Пойду Туда Пусть Меня Заберут Поскорее В Сух Сохранимся Чуваки Да Где Бля Это В Натуре Спецназовец 100 метров На 9 Часов Это Наши Да Как Получилось Это Как Они Поняли Что Он Спецназовец Там Еще Бинокль Можно Блять Нет Мне Не Нужен Бинокль Это Не Мародерство Мародерство Это Другое Когда Ты Лутаешь Погибшего Солдата Мне Кажется Что Это Грамот Нахрена Ему Этот Калаш Если Я Не Возьму Кто Другой Подберет Да Так Даже Лучше Я Выкинул М Кто Ни Подберет М Вместо Ржавого Калаша А Как Режимы Стрельбы Переключить Я забыл Хочу Очередь Дать Короче Попробовать С Калаш Если Мы Еще Кого Ни Встретим Трупа Нельзя Лутать Может Заминировано Я Его Сам Убью 160 Метров На Джипе Как Вы Успели Бы Заминировать Если Труп Всегда Был Перед Моими Глазами Ерунду Не Неси Ну Все Похоже То есть Пять Бомжей На Пушке Это Как Все Что Здесь Было Так А Во Что Мы Должны Сесть Это Блять Командир Еще 150 Метров Понимаю Давайте Знаете Что Проверим Очередь Хочу Выпать Прям Зажим Давайте Туда Вообще Нет Никакой Отдачи Я Теперь Только Так Буду Стрелять Километр Охуенно Повоевали Теперь Можно И покататься Да Да Если Убивать Командиров Всегда Я Я Тоже Это Помню Хуйню Типа Если Ты Убиваешь Командиров То Назначают Следующего Следующего И так Пока До Тебя Не Дойдет То Есть Уже Там Пятой Миссии Можно Самому Быть Командиром Отряда Но Это Ну Одного Можно Убить Френдли Файером Тогда На тебя Никто Не Агрится Это Я Тоже Помню Если Там Двоих Расстрелять То Уже Тебя Накажут Покарают Анально Ускорение Времени Плюс Блять В жизни Нет Ускорения Времени Я На самом Деле Не Знаю Может Я Ебанутый Какой Но Мне Нравятся Такие Игры Где Не Надо Нихуя Делать Мы Едем Это Километр Блять Ты Не Паришься Все Это Время Ну Типа Пока Ты Едешь Не Надо Нихуя Делать То Ты Как Бо Отдыхаешь Понимаешь Ты Не Бегаешь Не Стреляешь Спецназов В лесу Надо Ценить Такие Момент Да Он Видимо Что-то Потерял Может Мобилку Искал Где-то Сразу Начал Потом Газовать В какой-то Момент По-моему Дадон Что-ли За Я Не Помню Уже Слушай Я Не Знаю По-моему Нельзя Здесь За Русских Играть Спроси В чате Я Это Говно Вижу Впервые Ну Я На Геймбоксе Тогда Зуем Стримил Но Я Во-первых И до Стрима И после Стрима Пил Поэтому Я Нихера Не Помню Как И Сегодня А До Этого Лет Я Не Знаю Даже 20 Назад Наверное Я Не Я Так Общих Чертах Помню Конечно Что-то 3x Боец Убит Поняли Ребята Счет 11 00 21 Минута И Мы Не Сфейлились Кстати Блядь А Мы Прошлую Миссию Реально Проебали Походу Красавчик Так Ну Теперь Вообще Делать Нехуй Просто Входим Наслаждаемся Атмосферой Этого Вечера Пацаны Что-то Базарят Ставь Жопу Анус Я Уже Столько Раз Анус Проиграл Ни Разу Не Отдал Может Разок Но Это Не Считается Не Я думаю Будет Замес Скорее Всего Придется Прям Этот Город Оборонять Откуда Я беру М60 Так Это Прикольная Штука Смотрите Какая Хрень И Прицел Отличный Постоянно Слышит Вертолет Но Никогда Его Не Вижу Он Есть Вообще Слышит Кто Слышит Под Плотом Огнем Сектор DC 64 Требуется Слышная Помощь Пожалуйста Ответь Не 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 Сам Решает Слышит Слышит Мужчинами Во вторых Мне кажется Ты не Не Только Не Чувствуешь Себя Незащищенным Но И Наоборот Чувствуешь Себя Каким Уязвимым Она Такая Здоровенная Блядь И Неповоротливая Ебанут По ней Каким Говном И Все Я Предпочел Где-нибудь В канаве Ныкаться Я Бо Бочку Взял Выкопал Бо Яму Под Бочку Залез Бо Бочку В воде И Сидел Одна Бо Голова Торчала Если Кто Увидел Сказал Ебанутый Наверное Какой Я Помню В этой Миссии Уже Блядь Ёп Твою Мать Да Началось Мясо Какое Че Лечь Что Ну Хули Надо Ложиться Ну Я Говорил О Чем Подобном Я Никого Не Вижу Все Вижу Ну Давайте Попробуем Ёп Они За Этим Деревом Я Я Туда Немного Накидаю Но Я Зря Этот Говномет Взял Так Ну Очевидно Что Те Кто Отступал Ушли Куда То Наверх Ух Ёп Твою Мать 50 Метров Всего 12 О Ползет Ползет Блядь Я Случайно Вообще В него Попал Чисто На Азимут Стрелял Которые Сказали Че Он Живой Еще Сука На 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 Двигается По-моему Да Или Нет Так Давайте Вставать Пройдем Немного Пару Метров Командир Ну Говори Что Нить Ёп Та Ух Ё Моё Это Не Наши Блядь Блядь Ты Ёбаный Рот Я Хочу Лечь Нет Это Наши Кого Я Расстрелял Блин Я Ничего Не Понимаю Вообще Нихуя Непонятно Они Все В Зеленом Бегут С одной Стороны Блядь Откуда Они Взялись Их Там Не Должно Быть Ну Тип Реально Я Не Специально Не Ну Так Я Непонятно Отработал По своим Что Поделать Блядь На войне Нет Своих Чужих Есть Только Ты Блин 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 Страх Поэтому Как бы Я Испугался И стрелял А если бы Блядь Это были Не наши Нахуй Я их Первый Увидел И начал Хуярить Вдруг Вдруг Это были бы Не наши Блядь Они Меня Разъебали А так Я Первый Выстрелил Если Чесать Яйца Спрашивать Вы Кто Блядь Разглядывать То Тебя Разъебут И все Я же Предупредили Что свои Рядом Так я По-американски Не понимаю Я понимаю Только по-русски Че-нибудь Там Орут Я Ще Не Понимаю Просто Шум Какой-то Кстати Довольно Таки Красивый Я бы Сказал Вы Разбили Противник Но Спасти Лейтенанта Было Невозможно Теперь Вы Снова В Лемуле Вы Уничтожили 3x Боец Вы Уничтожили Своих Боец Его Звали Георг Дабак Насрать На него Если Честно Я Думал Я Человек Пять Своих Разъебал Если Честно Двинули После того Как Возьмем Деревню Встретимся С У нас Поменялся Стон Я Не Понял Раньше Был Афроамериканец Какой Я Вообще Нихуя Не Вижу Темно Как В шопе У Прошлого Командира Но Небо Красивое Такое Паш Паш Медведь Говорит Черный Сектор ДФ 25 Под Тяжелым Огнем Возможно Просто Наш Предыщий Командир Возглавляет Сейчас Факстрот Просто Типа Трудно Сказать Конечно Но Возможно Просто Нам Выдали Другого Потому Что Нас Всех Разбили На Несколько Тря Хуярит Всем Похуй Все Продолжают Бежать Но Я Тогда Тоже Побегу Какая-то Лютая Хуй Тень Гранатой Можно Ебануть Будет Дайте Ебанем Гранатой Пока Так 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 О Вижу Блять Она Она Снаки Это Наша Может Да Не Нихуя Не Наша Блять Блять Я Не Знал Что Это Такая Хуйня Блять Так Ладно Подавая Сигналы В рот Будь Всегда Справедлив Но Строг Не Понял Блять А в чем Логика Да Завалили Меня К сожалению Но это Типа Случайно Произошло Потому что Я не Знал Как Ронотомет Работает Если бы Я знал Что Он Пердит На 3 метра Я бы даже Оставать Не стал Это Позорнейшее Оружие Я подал Кому Сигнал В рот Так Короче Я знаю Теперь Город Я Я Зайду В город Первым Как Диверсант 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 Разведчик Быстро Там Наведу Шороху И Никто Из наших Не падет В этот раз Так Начинается Замес По идее Чарли Другие Еще Пока Не зашли В город Я Типа Первый Подхожу Опа Опа Потушил Блять Блять Помогайте Где эти Уебки Че они Так Медленно Бегают Да Что Такое Да Умри Ты Не Короче Погодите Смерть Превращает Жизнь Судьбу Андре Муро Я чувствую Пацаны Что мы Многому Научимся В этой Миссии Как вы Говорили Время Ускорять Охуенная Кстати Находка Для Этой Игры Надо Если Хайлайт Нам будет Делать Хайлайт Нужна Какая-то Музыка Веселая Из Бенни Хилла Например Подойдет К К К К Этому Дерьму Я Не знаю Как Это Называется Когда Типа А Потом До Него Я Могу Добраться Наверное Ходом Но Вот Эта Малютка Он Уже Мертв ПТ Боец Не знаю Что Значит ПТ Блядь Делать Должны У нас Волотряда Положили Где Этот Еблан Я Отступаю Ну Бля Приказ Сесть В Командира Мы Видимо Сядем В грузовик Будем В грузовике Врываться Туда Я Даже Не Ожидал Так Близко Врага Увидеть Типа Почему Пацаны Туда Пошли Пацаны Кто Живой Он Видел Много Дерьма Я Чувствую Два Километра А как Насчет Этого Города Нам Уже Поебать На него Нас Осталось Только Трое Разные Варианты Миссии Ты Просрал Слишком Много Людей Я Просрал Я Здесь Вообще Причем Не Ну Это Хуйня Какая Отступление Я Считаю Что Мы Тактически Перегруппируемся И Все Будет Нормально Я Сделал Все Что Мог Я Убил Двух Бойцов Между Прочим Подсейвил Там Чувака У которого Уже Ноги Были Прострелены А Умерла Только Черник Какая Поэтому Ебал Я Дремал Типа Бывает Даже Обидно Как Так А в итоге Хуй За что Хочешь спросить За что Погиб Черн За что Погиб Абрам Или как Его там Звали Ждем Ждем Людей Блять Вы Причиньте Без Ускорения Я бы на минут Десять Стоял Мы Просто Съебываемся Это Это Шутка Это Реально Это Реально Это Реально Это Съебываемся Даже Не Обращая Внимания Ни на Что Происходящее Вокруг Мне Говорят Атаковать По Выбору Я не Понял Я буду Следовать За Конвоем Дальше Блять 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 Я не буду Их там Разъебали Просто Съебываем Съебываем Я не знаю Что это Заметка Но я Поеду Туда Блять Их там Разъебали Не выходите Пацаны Не выходите Никуда Блять Я Увезу Вас Чувакам В моей машине Говорят Выходить Там Всю колонну Разъебали Кажется Мы опять Проебали Ну то есть Мы конечно Много их Перебили Здесь В лесу Но Типа Мы потеряли Я не знаю Кстати Как мы Третий Грузовик Потеряли На котором Я сюда Подъехал Мы его Далеко Кинули От боя Не удивлюсь Если сейчас 7 километров Придется Бежать В наказание За Неудачную Миссию Но Опять Таки Я не до Конца Типа Если бы Мне сказали Ну не дали Эту метку В спине И сказали Попробовать Ну типа За конвоем Проехать Или защитить Ой Я бы там Еще Выпрыгнул И всех Разъебал Вообще Как Рэмбо Типа Ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду Но в итоге Приказ Одан Не был Началась Паника Теперь Мы бегаем По лесу Блять С командиром Как два Долбоеба Но нас Много Долбоебов У нас Штук 6 Осталось Мадисн Это лучше Спасибо я знаю резервная . мы выберемся когда-нибудь из этого леса или нет что за кошмар командир встаньте уже вы видите нас отсюда так теперь уже дошло до спасательной команды человеке просто какой-то кошмар уже просто минут 15 в лесу носимся на нас периодически нападают всех кто пытается нас отсюда вывести разъёбывают открывает новую . я 64 . я чё должен в этом соображать что-то блять карты какие-то бумажные где навигатор командир я даже не знаю бежит он куда надо ли он такой же долбоеб как я который ничего не понимает просто носится остается только надеяться что он в адеквате и знает где я 64 так 9 часов говорят враг так ну-ка дайте сохранился я не выдержу снова эти забеги блять чё-то едет наверное стоит бежать блять ёбаный он едет нашу сторону гайс командир давай в лес улепетываем улепетываем там-танк а где наш придурок с базукой давай чел это твой звездный час машина лан с танком они сами разберутся я пока машину с пизжу она вроде ссылковая даже блять это русские нет она разъёбанная это тоже самое место это что такое проклятье что такое это что за красный флаг иисусе они все мертвые хорошая концовка о стоят смотрите скуфи доны да тут куда ни посмотри везде man 200 блин и они явно не хотят free hundred бакс давайте просто к точке эвакуации пойдем может но он смотрит в бинокль значит он умный блять но типа ёб твою мать мне это куда идти так почему командир там если вообще все умерли выпускаем спасательную команду я это слышал уже 300 раз блять а чего они умерли то я не понял бля они бежали бежали и все вдруг блять умерли что это за оружие такое их убило может быть от старости померли типа сколько мы тут брали бродили там ездит танк но вряд ли он увидит маленького солдати сука они идут их блять человек 20 они меня не видят нас ебать по фасту короче знаете неожиданный тактический мув бля я пойду прямо через город нахуй нять бля это что танк меня заметил только не говорите что он поедет меня пушить это ну долбоебизм часы этих скотов поснимаю уху хухухухух не не так гнилая идея была гнилостная ты хватит нахуй так они меня не видят здесь это куст куст делает невидимым что-то едет иди нахуй да сиби старина иди нахуй блять 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 куст делает невидимым но не этот силу блять вот до тех кустов блять 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 ладно подождем пока все это утихнет мне кажется меня не видит один из танков куда-то свалился на побережье убежали надо вспомнить как на полосе препятствий командир учил блять 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 воины подобны судебной тяжбе где судебные издержки превышают спорную сумму люк да как кальк лолье в винар суки блять убили блять берега нахуй метров пятьсот наверно такой край был я даже не знаю где мы здесь 400 метров оставалось сраных 400 метров причем до спуска вниз в канаву оставалось метров пять этот идиот все таки хочет тут через дорогу перебежать ладно я подам ему пример для воевавших война никогда не кончается курсу малопарте ладно я так на шару знаете на ускорение думал типа получится что-то внятное но она того не стоило даже драйвить не стоит блять а что если хотя ладно бессмыслится он должен посмотреть свой бинокль и расстроится теперь я хотя бы понимаю его начальную идею с переходом дороги но блять идея мне кажется невыполнимы это мы это экстракшн это танки это командир плиз только не возвращайся в лес даже я здесь почти прошел блять это чё за хуйня как блять я не понимаю если б сход войны можно было предвидеть прекратились бы всякие воины король бунш блять хоть он я не знаю такого короля блять но он типа был мудрым королем это очевидно ох ну и пизда вообще просто не знаю что делать гайз кошмар какой-то у меня есть план но мне нужна точка экстракшна понимаете я у меня беспроигрышная вообще сейчас будет тема я ну никак не прыгну все экстракшн далее теперь смотрите блять да тут тоже русские честно признаться мой план был в том чтобы просто оббежать всю карту нахуй ладно ладно на этом склоне меня никто не заметит запомните такие мувы могут пригодиться что ты там делаешь простая оружие приветствую ваду приветствую ваду отсюда нет возврата чего в смысле блять блять чел вы добрались до секретной эвакуационной зоны расположенной к северу от мортона вы живы однако взяты в плен бойцами армии сопротивления никому не известно что с вами случилось чё было я не понял если честно из-за того что в игре было включено ускорение по ходу заставку ускорилась там должно было произойти что-то типа русские солдаты вышли и начали меня захватывать на точке экстракшна где были только одни и натовские трупы но им в спину выбежал какой-то партизан и всех перебил вот этот опусти свое оружие янки и стой где стои не стреляйте назови свое имя номер из баня капрал дэвид армстронг личный номер 175 28 номер части вам это знать не обязательно мы отведем тебя командиру славе веди себя тихо и без фокуса слава слава родим и томас взяли плену возвращается в лагерь да вряд ли это славе из бесконечного беда вот этот командир блять добро пожаловать капрал амстрин да я не обиделся может быть теперь ваши бойцы сизвольт вернуть меня к своим пока сюда по мое душе звено black fog не прилетело да никто тебя не спасет да мы можем так парни стрелять пока не будет нейтрализован танк ну покажите мне нейтрализацию бля классно у тебя хуйня спасибо ждем я там давайте-ка сами разбирайтесь не 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 я в лес я партизан вот и танк ебашьте вы же собирались воевать с танком давай еще еще одну давай еще подачу вот вот танк чел война слишком важное дело чтобы доверять ее военным жорж клемансо ждем тогда еще не хотят я бы конечно всех изи перебил но он уже идет сюда ну че мы ждем они даже не поняли я хочу спиздить вазик как вы думаете у меня есть хоть малейший шанс не знаю надо рискнуть конечно вазик против танка полная хуйня блин обидно чуваки потому что я каждый раз очень близок к своей цели вы посмотрите в каких сантиметрах от вазика я помер и тот чел который меня убил тут же умер а знаете почему потому что многие идут на войну лишь потому что они хотят быть героями это сказал том стопарт блять надо их принять пока они не вылезли а мы не слишком ли бы не слишком ли бы были жестоки на самом деле когда их так расстреляли мне даже жалко стало пацанов посмотрите на этих счастливых людей которых мы спасли он один правда но зато какой красавчик на гагарина похож а вот еще двое ну слава богу левый довольно у него большой рот я бы его назвал если бы у него было погоняло оно бы было ротан хотя блин наверное это плохая шутка потому что я слышал об одном человеке с таким погонялом и он депутат ээээ может слезть че мы просто в поле с ними бежим они кстати быстрее солдат бегают но с другой стороны на них нету оружие и обвесов им вообще на все насрать блять блять ёпть да охуенно блять чтобы вести войну нужны три вещи деньги деньги и еще раз деньги Людовик икс элель что ж это был оперейшн флэшпоинт выигравший в свином аукционе два прекрасных часа Восхитительных Пролетели незаметно Игра топ Но играть в нее я бы, конечно, сейчас не стал Ну, не за аук, а просто Потому что она сложна Она сложна, мне она страшна Как и любая Война Что ж, господа Всем здоровья Не попадать в неприятности И до встречи Не, на самом деле, сегодня было довольно весело Всем пока